В общем, сегодня лекция такая. Сегодня мы поговорим немножко про продакшн, про то, что происходит в индустрии. Сегодня поговорим про синхронные-синхронные модели, корутины, файберы. Задавайте как можно больше вопросов, потому что мультипоточность — это... Ну, не знаю, я, короче, с мультипоточностью связываю, например, в физике какую-нибудь... Ну, не знаю, теория относительности физики немножко похожа на многопоточность с философской точки зрения, что, типа, нужно очень сильно привыкать, и вот нужно нарабатывать интуицию, задавать вопросы, и нужно, чтобы, не знаю, кто-то вам на них отвечал. К сожалению, то, что я вижу в интернетах, достаточно сложно отвечает на вопросы, типа, что, зачем, почему и как. Поэтому, как это... Я тоже не суперэксперт в какой-то степени, то есть у меня нет прям, не знаю, нескольких лет опыта в парадигмах, там, в сложных формальных моделях многопоточных, в concurrency и параболизм, но я вроде бы, не знаю, сколько работаю, сколько себя помню, всегда работал с какими-то трудами, и вот я сейчас работаю в мой продюсер, и у нас параллельность это... Ну, она своеобразная, то есть у нас больше параллельность такой по throughput идет, то есть по пропускной способности, но вроде бы что-то я знаю здесь, поэтому задавайте вопросы, если я смогу ответить, я отвечаю. Ладно, давайте. Давайте поговорим про труды вообще. Вот, не знаю, вы уже поделали домашку, скорее всего, и вот как это... Вы создаете труды, вот вы константу hardware concurrency смотрите это количество там, не знаю, свободных или вообще количество скорее типа с CPU у вас на машине, вот вы их создаете, и это где-то там, ну не знаю, 5 микросекунд, наверное, на трет. Да, она там немножечко растет, когда трудов очень много, но в целом считается, что создать трет от 5 микросекунд не так мало, и как кажется, когда там дело доходит до какой-то low latency вещи. И в третах основной это, конечно, контекст, и вот за третей ответственно ядро, мы об этом много раз говорили, то есть ядро хранит все регистры, весь стэк, память общая у процесса, то есть как бы есть процессы, у процессов есть треты, память общая, поэтому там память нигде не копируется в третах, то есть создать трет это скорее, вот нужно пойти в ядро, это самая, наверное, такая сложная операция, цехани все регистры и стэк. Вот, ядро переключает треты за вас, мы уже, да, говорили немножко про completely fair shadler, чуть-чуть повторим сегодня, что ядро как бы само ответственно за то, типа кто сколько будет исполнять со времени, и оно как бы достаточно хорошо для конечного пользователя в какой-то степени, то есть, не знаю, программы, не знаю, у вас очень много процессов, ядро само разруливает, в общем, что должно как работать, это в какой-то степени то, что ядро это ролит, это плюс и минус, то есть, плюс в том, что это очень прозрачно, минус в том, что на самом деле это не так оптимально, как, наверное, могло бы быть. И да, переключение тредов, это такая тема, которая вот, когда это, не знаю, шутится, не знаю, в поиске у нас, когда я в Яндекс.Поиске работал, был один человек, который очень хотел понять, почему иногда, в общем, нормальные запросы тормозят, и у нас была шутка, что, в общем, там шеддлер ядра начинает 3D переключать, и действительно разброс мы видели у ядра переключения тредов, это где-то отрывает до 100 микросекунд, это достаточно универсальный стандарт, насколько я понимаю, мне пару человек подтвердили эти цифры. Почему так происходит, тоже хороший вопрос, как это в ядре, приоритеты потоков хранятся в красно-черном дереве. Вы знаете, красно-черное дерево иногда любит перебалансироваться, оно, понятное дело, асимптотику тоже имеет, но оно там в 2 или в 3 раза больше операций делает, и когда оно все перебалансируется, там кое-какие вещи перевычисляются, и такое ощущение, там, десяток микросекунд в этом, в этом, ну, в красно-черном дереве оно, в общем, может провести порой. И это, я бы сказал, хороший такой оверхед, столкнуться, не знаю, пишите какое-нибудь суперлоупер в приложении, не знаю, вы реально биржу пишете, и у вас там, не знаю, ядро уходит в себя на десяток микросекунд, вот что вы будете делать, на самом деле не очень понятно, что делать в этой ситуации, и поэтому труды такая своеобразная тема для обсуждения в low-level perfey, но давайте сейчас поговорим дальше, и потихонечку-потихонечку будем выходить на другие парадигмы. Ну, смотрите, да, как работает, что там, если это не очень часто, то почему это критично? Ну, как? Ну, как нечасто? Ну, наверное, раз на тысячу где-нибудь оно так стрельнет, раз на тысячу, ну, я даже не знаю, как сказать, ну, допустим, у тебя есть какая-нибудь игра, у тебя есть Counter-Strike какой-нибудь игра, и он тебя раз в, не знаю, там, раз в минуту затормозит, там, не знаю, 500 микросекунд. Наверное, твой глаз не сильно заметит, но это там просаживает FPS, это, не знаю, там, замедляет кое-какие процессы, ну, то есть, это заметно, короче, я так скажу, это заметно на больших масштабах, это заметно, когда вы делаете биржу, когда вы пишете биржу, вот в трейдинге, вот прям люди ненавидят это, ненавидят это спайки, потому что они не знают, что с ними делать, то есть, любой спайк – это потеря денег, считайте, то есть, не знаю, у вас с биржи данные пришли, и вы их получили на 50 микросекунд позже, потому что, потому что у вас Linux решил в себя уйти, вот, любят таким жаргоном выражаться, что ядро уходит в себя, то есть, оно что-то там делает внутри непонятное. В общем, да, что вообще происходит в ядре насчет RedOp, мы уже немножечко об этом говорили, давайте в трех пунктах это объясним. Каждый процесс, да, получает какую-то свою долю, процессорного времени, она, на самом деле, растет, если процесс очень прожорливый, то есть, не знаю, если вы вычисляете очень много на процессе, то этот квант времени будет все дальше, все больше и больше расти, и поток, когда поток создается в процессе, планировщик назначает ему, как это, квант, вот, это временной отрезок. Планировщик потоков, в общем, ставит в такую очередь с приоритетами этот поток, и очередь с приоритетами как раз вот это красно-черное дерево, которое там внутри, внутри лежит. Этот приоритет вычисляется из того, насколько прожорливая, в общем, программка, из того, насколько, ну да, из-за прожорливости программы, скорее, в общем, сколько, сколько процесс требуется по, вот он требует сейчас, сколько он уже требовал, сколько он выполняется, если он что-то требовал, если очень долго требует, то, возможно, квант побольше времени дать, там уже такая экспоненциальная формула получается, когда процесс такой, хоть там работает, там, 5 миллисекунд, а потом он все еще не перестает работать, ему дают 10, потом 15, 20, потом ему там прям по сотнями миллисекунд сыпят, чтобы он работал, работал, и никто его не трогал, но, да, что делает планировщик в целом, он выбирает первый поток из очереди, он нормирует, в общем, приоритет по кванту времени, он исполняет, пока процесс либо не прервется, либо не исчерпает свой квант времени, если он исчерпает, то он кладется обратно в очередь, и так далее, в итоге, если правильно отнормировать веса, то каждый процесс получит примерно свою долю времени, которая ему должна отводиться на процессоре, то есть, не знаю, если процесс 1% работает, то вот он там 1% процессорного времени не будет получать, если он там 90% работает, то он 90% времени будет получать, то есть, планировщик старается в зависимости от нагрузки каждого процесса выставлять правильный приоритет, и их исполнять и в приоритете таком, чтобы честно, все выдавалось честно. Но, в общем, основная суть этого, что есть под капотом какое-то страшное черное дерево, красно-черное дерево с приоритетами, где там, в общем, туда шедулиться триды, и потом ядро само их переключает. Что ядро вообще может делать с тридами? Оно может реально там, ядро, еще что угодно может делать с тридами, оно может взять трид, положить его на другой, на другой цепу. Чтобы положить его на другой цепу, когда вы кладете на другой цепу, у вас, на самом деле, все каши вашего, вашего ядра инвалидируются, то есть, начинаются кашмиссы достаточно сильные, то есть, это тоже такой заметный фактор, вот, мне в трейдинге рассказывали люди, что когда реально что-нибудь не так шедулер ядра сделает, то он может, короче, трид просто, он типа работал на цепу 1, а потом такой трид на цепу 4 положит его, и все, и кашмиссы начинают идти, и ты такой первые, там, не знаю, пару микросекунд, в общем, сильно промахиваешься по этим кашам, и такой, ну, замедляешься, и просто по каким-то причинам, которые ты не можешь контролировать. Вот, и да, ну вот, ядро все контролирует, и, казалось бы, это достаточно такая, ну, универсальная схема, ну что, вы, наверное, не очень хотите задумываться о том, как это контролировать самим, поэтому пусть это ядро контролирует, казалось бы, вроде достаточно понятная для вас идея, и на самом деле, на десктопах, когда у вас нет супер критичных, там, latency, это работает прекрасно, то есть, вам не нужно думать ни о чем, ядро там само все расправится, да и в целом, у каждого там примерно свой квад времени выдается пропорционально, и все хорошо, все честно, все довольны. Тем не менее, как это, люди не любят, люди, когда им нужен перформанс, они любят издеваться, и поэтому, ну, немножечко не подходит для людей, которые пишут программы, такие супер low-level вещи. Ну, вообще, какие еще проблемы с тридами, когда вы пишете свои программы, ну, вот, вы уже в домашке порешали, вы что делали, создавали триды, что-нибудь вычисляли, эти триды джойнили, потом опять создавали другие триды, как это, вычисляли, что-то джойнили, и непонятно, что делать, когда у вас программы разрастаются, не знаю, у вас таких 50 мест, вам вот это хочется распоролилить, вот это хочется распоролилить еще, сортировку хочется распоролилить и так далее. И каждый раз, если вы будете какой-то такой вектор создавать от тридов, кажется, вы очень много тратите время в пустую, то есть, вот создание тридов 5 микросекунд, окей, 8 тридов, вы здесь посознаете по 5 микросекунд и потом еще джойните их, то есть, вы сначала создаете 40 микросекунд, потом что-то выполняете в них, потом еще джойните их, то есть, ждете, пока там последний выполнится, как правило, распределение, распределение равномерное, распределение нормальное по окончанию работы тридов, в итоге вы там еще каких-нибудь 50 микросекунд на джойне ждете, и поэтому, как это, вы начинаете думать, окей, ну вот у меня есть два куска кода, вот здесь мы триды создали, а может быть, короче, я просто создаю триды чуть пораньше, чтобы выполнить два куска кода одновременно, такие вот начинают проблемы в голове возникать, а как код писать, типа, вот, не надо же создавать триды каждый раз, потому что, ну, никакого контроля нет, вот сначала вы создали 10 тридов, потом кто-то захотел 20 тридов создать, потом кто-то захотел еще 50 тридов создать, и в итоге полный, полный расколбас приходит, как это, приходит, в общем, с тридами, и когда, наверное, кто-нибудь создат 50 тридов, наверное, будет уже все, совсем все плохо, потому что 50 тридов будет очень много кушать ресурсов, если они что-то исполняют, и всем остальным ничего не достанется, и поэтому не очень любят вообще парадигму тридов, ну, вообще таких, типа, стендалон тридов, то есть, если у вас есть стендалон трид, у вас есть очень много мест, где вы создаете триды, вы делаете что-то не так, потому что оно взрывается, это плохой дизайн, вы не сможете все контролировать. Например, это, например, причина, почему Parallel Algorithms в C++ выглядит стрёмно, и, наверное, вы не увидите прям продакшен использования еще очень долго этой штуки, ну, допустим, вот реально, у вас 25 мест, которые делают что-нибудь for each, sorts, еще какие-нибудь вещи, вы вообще ничего не знаете, что под капотом, вы не можете указать ни количество тридов, вы не можете не указать, не знаю, ни с какого тридпула брать, ничего этого нет, то есть у вас нет абсолютно никакого контроля над вашими ресурсами, хотя, казалось бы, машина у вас одна, CPU у вас одно, RAM там одна, и, как это вы, наверное, все-таки вы хотите контролировать ресурсы, потому что у вас одна точка падения, это, ну, ваше железо в целом, а в программе вы начинаете плодить вот такие вот конструкции, которые ничем хорошим никогда не заканчиваются. Другой вопрос, почему это приняли в стандарте, и у меня нет здесь хорошего ответа, очень было много предложений, чтобы иметь контроль над редами, но контроль над редами, он очень тяжелый, в том плане не все, ну, как, C++ старается писать свой стандарт в парадигме типа абстрактной машины, когда эта абстрактная машина начинает, как это, в абстрактную машину начинает еще включать, может быть, вот эти трэды будем там, не знаю, уничтожать, канцелить, вот, может быть, создадим трэдпул, все начинает быть очень специфично и начинает не очень следовать, условно, мотивации пропозала, то есть мотивация пропозала по Parallel Algorithms была, что, ну, что-то вот хочется иногда, не знаю, распараллелить сортировку и не хочется думать, как, и в итоге после долгих всяких обсуждений решили, что, ну, давайте мы никакого контроля не дадим, и, если честно, насколько я понимаю, достаточно много людей стандарту не понравилось этот пропозал, но там сроки очень сильно поджимали, и вообще все куда-то ехало не туда в C++17 и в итоге приняли там чуть ли не в последний день, кажется уже на самом деле, что жалеют, то есть, кстати, у меня в STD-сорт опечатка там лямбда должна с двумя аргументами быть. А, то есть, мне кажется, если честно, Parallel Algorithm за ней вот какая-то эта ошибка стандарта, которые уже жалеются, например, Intel там заимплементировала, конечно, это все, но, не знаю, вот, например, в Lib C++ в LLVM на библиотеке, вот прям люди не хотят это делать, потому что это бесполезно, и оно увеличит вам только время компиляции, то есть вы, потому что все вот эти алгоритмы, они должны жить в Include Algorithm, Include Algorithm достаточно популярный хедер, когда вы вот вставляете все эти параллельные алгоритмы, там еще 10 тысяч каких-нибудь строк кода добавляется, и время компиляции растет. В итоге никому никому не понравилось это изменение, и, ну да, в общем, я собрал здесь список вопросов, которые бы стоило задать, когда вы смотрите на такой дизайн, когда у вас нет контроля над трудами в каких-то функциях, вы просто их плодите, сколько плодится, то есть, сколько трудов вообще, как это, у вас ресурсы одни, а вдруг он тысячу трудов хочет создать, что я делать буду, вдруг кто-то наплодит сотню таких функций, и что вообще происходит в этот момент, никто на самом деле даже не поймет и вам не скажет. Как вы можете контролировать, если вдруг у вас машинка, вы хотите две программы на сервере, не знаю, одна, в общем, сожрала все ресурсы, а вторая вообще ничего не дается, типа, что делать, другое дело, вот если у вас есть имбеда-система, но там на самом деле трудов-то почти нет в имбедах-системах, то есть, ну, максимум два труда, наверное, вообще бесполезные алгоритмы там получаются, и на самом деле вот это такой parallel algorithm, это какой-то такой попытка шифтав, что можно думать в параллельности на уровне синтексиса, и кажется, она просто с треском проваливается, то есть, потому что ни одно другое место вообще в языке нет, не думают про труды, и как это в C++11, когда добавляли многопоточность, и вот была мотивация, что мы дадим условно какие-то примитивы, а параллельные алгоритмы это что-то какие-то не очень примитивы, это уже какие-то более хай-левел вещи. Ну да, теперь вы, теперь вас иногда даже заставили, не знаю, если это в моду входит, вас должны заставить думать, можно ли это распараллелить, или как это на уровне синтексиса, и это все в общем начинает куда-то ехать не туда, мне кажется. Ну и дальше, понятное дело, вопрос, кому это надо, и я честно не прихожу никаким выводом, кроме как поиграться где-нибудь реально в универе, вот, не знаю, на моем курсе, но я, мы в общем решили не включать никаких параллелговых, потому что это реально бесполезная вещь, вы сказали на курсе Миши с Густакашиной что-то такое было, я посмотрел лекцию, там ничего про этого нет, там скорее про технологию MapReduce вам рассказывали, но Parallel Algorithms это какая-то, не знаю, какая-то семинарская тема, короче, забудьте об этом, это никому не надо, это никто не использует. Нормально в параллельной функции вот так делать, да, потому что функции блокирующие а почему мы не знаем, что под капотом стадоэкзекьюшн пар, потому что это синтаксис, типа, вы не знаете, что под капотом, все. Нам на семах показывали, что это быстрее, чем делать миллион трудов. Ну как, я согласен, что, наверное, это в каких-то таких прям примерах, в очень простых примерах это будет быстрее, потому что, ну не знаю, люди постарались хорошую имплементацию сделать, да, но в целом, если вы хотите прям реально многопоточность, то вы сами берете и сами это делаете, то есть и вы в какой-то степени должны уметь это хорошо делать. Ну не знаю, если у вас есть сортировка, вот какой пример сортировка, которая распараллеливается, наверное, мерзший сорт распараллеливается, то есть вы можете, там, не знаю, 8 трудов и 8 кусочков можете параллелить одинаковые, там, мерзший какие-то кусочки тоже в страдах вы можете, то есть, да, вот пишут, но как делать норм с страдами решили не показывать почему-то. Короче, я не знаю, parallel algorithms, вот прям, меня никто не убедил за, там, пару лет, что это вещи, которые стоит пользоваться, это прям никому не надо, то есть, и насколько я понимаю, стайл гайды прям банят этот хедер, потому что, ну, реально же невозможно с этим жить, когда вы пишете что-то, что-то для прода. Но вообще, сейчас я показал, не знаю, много проблем с страдами и, типа, какие решения у них вообще существуют. То есть, вот, одно из решений, это, ну, как, есть несколько решений, которые я вижу и которые так укрепляются в индустрии достаточно хорошо, но вообще наука не очень, как бы, давняя, то есть, не знаю, они начали думать в 2005-м и только там в 2010-х, где-то, в 2010-х, да, начали появляться какие-то стабильные фреймворки и вот в 2015-х это начало более-менее как-то устаканиваться и вот сейчас это где-то так на плато выходит, в моем понимании. Так вот, как проблемы эти все решаются? Ну, вот, как решать одна из проблем это вот унифицировать, откуда берутся потоки. У вас есть один трэдпул, то есть, что значит один трэдпул? У вас есть одно место, где вы залоцировали сколько-то потоков и дальше вы этим потоком просто подаете то, что вы хотите делать и эти потоки разгребают эти все проблемы. Эти, как это, трэдпул может быть с приоритетами, то есть, не знаю, вы хотите, чтобы вот эти задачи выполнялись пораньше других. Не проблема, делайте. Но, пожалуйста, имейте одно, ну ладно, максимум два места, где вы создаете потоки. Если у вас есть какой-то класс, который там в бэкграунде хочет что-то проверять, создает отдельный поток, это прям плохо. Вот, делайте одно место, где вы берете потоки, потому что у вас одна машина, у которой один и тот же ресурс. Вопрос в чате. Все-таки, в чем проблема, если хочется ассортировать быстро, но не хочется париться с потоками. Ну, смотри, в каких-то реально детских проблем, в детских задачках, там, не знаю, вы пишете обычный maincpp, какую-то тузу, пишете мелкую, делайте. Здесь нет проблем, если у вас что-то маленькое. Но, когда вы начинаете, не знаю, писать уже что-то более интересное, то есть, не знаю, здесь хотите библиотеку использовать, здесь хотите что-то еще использовать, и если вы там, у вас нет контроля над этим, если все будут это использовать, то у вас машина просто умрет по количеству запрошенных ресурсов. Зачем постоянно это заново писать? Ну, как? Да, это, ну, как бы, твой валийный аргумент, но, как я сказал, это прям заканчивается всегда плохо, если вы не контролируете, откуда берутся потоки. Так вот, что делают с этим? Унифицируют, откуда берутся потоки. Это абсолютно все делают. То есть, создают тредпулы, создают какие-то такие единые точки отказа и так далее. Ну, типа, можно сказать, вот эта сортировка, мы дадим ей два потока. Ну, смотри, как раз вот в вот эти parallel algorithms ты не можешь указать, что я хочу вот этой сортировке два потока. Ну, вот нет этого. Вот нет этого. Это вот убрали, когда хотели принять это в стандарте. Вот убрали, потому что как это, оно перестало отвечать достаточному примитиву алгоритмов. То есть, вот хотели, хотели добавить, хочу два потока им отдать или там пять потоков им отдать. Убрали, потому что это какой-то еще кастомизированный аргумент. И, да, все равно, даже если вы пишете количество потоков, вы должны там, не знаю, быть уверены, что суммарное количество в определенный квант времени не будет превышать там x, чтобы у вас все более-менее работало. Поэтому это очень скользкая дорожка, даже если вы пишете количество потоков. вообще старайтесь, когда вы делаете что-то с потоками, иметь, не знаю, один конфигурируемый параметр. Если у вас много конфигурируемых параметров по локации потоков там и сям, то вам нужно много вещей контролировать, практически невозможно остановиться. Это уже забота разработчика. да, и хочется, чтобы вы меньше паритесь об этом. То есть, когда вы пишете многопоточный код, многопоточность это непростая наука. И вы не должны сильно много думать в ней, потому что шаг право, шаг лево, и вы как бы все ошиблись. Хочется, и там появляется ряд правил, где просто надо придерживаться каких-то очень консервативных методов, чтобы все хорошо работало. Так вот, как решаются все эти проблемы? Даже не все проблемы, просто какие-то проблемы. Сейчас я потом покажу, какие проблемы не особо решаются. Вот унификация потоков. Например, второе решение проблемы – это уменьшать overhead ядра. То есть, не знаю, я сказал вначале, что ядро там что-то уходит в себя и так далее. Можно делать так, чтобы этот overhead как-то уменьшить. Да, можно, оказывается, что, например, в Google мы делаем как называемые файберы. Чуть попозже поговорим о них. Как это? Им легче учить, потому что они примерно такие же по условно парадигме, как блокирующие потоки. Они не сильно медленнее, практически не медленнее асинхронной модели. И как-то их легче учить. Но для этого вам нужно кастомизированное ядро. то есть если у вас нет сил писать свое ядро, то, к сожалению, вы ничего не сделаете. Linux, как это, комьюнити Linux был немножко против принимать эти файберы, хотя, наверное, если бы создавать мегопоточность нуля, то, что делает Google с файберами, наверное, было бы наиболее правильно. Просто в свое время не знали, что такое правильно. Поговорим профайберы. Или третий это менять парадигму вычислений, в которой вы работаете. То есть, например, так делает Facebook, трейдинг, языки программирования это добавляют прямо на уровне синтаксиса. Python, JavaScript, Go. Это асинхронная модель. Асинхронной модели сложнее учить в какой-то степени. Асинхронная модель, если вы будете встречать код с асинхронной моделью, наверное, посидите минут 15-20 над тем, чтобы вообще вникнуть в первые строчки кода, потом оно чуть полегче становится, вы начинаете понимать, понимать, как оно устроено. Но все равно асинхронному программированию намного сложнее учить, практику показывает. Асинхронное программирование легче сделать. То есть, в какой-то степени асинхронное программирование это забота условно разработчика языка программирования или разработчика фреймворка и так далее. То есть, асинхронное программирование прям спокойно делается. Здесь нет никаких вопрос в чате что такое синхронные модели сейчас поговорим чуть попозже просто я говорю что не знаю вот третье решение которое есть это там меняем парадигмы вычислений да также крутина делают актеры генераторы и все еще крутим еще сложнее учить чем а синхронное программирование в какой-то степени актер генератор еще сложнее учить вот актер генераторы это примут game dev например карутины это такой я не знаю как фейсбук обожает карутины или там кто еще крутина ну язык обожает крутина и в целом в какой-то степени они показали что карутина ну типа можно учить сейчас все будет это вот такие вот 33 пунктика как эти проблемы решают либо верх от ядра либо у них на самом деле у них унификация потоков это такая общая вещь либо вы дальше уменьшаете верх от ядра либо вы менять правильные вычисления в которой вы работаете чтобы лучше всего лучше всего получить что такое карутина сейчас все будет давайте мы все по порядку хочу закончить просто хочется здесь сказать как решают проблемы сейчас мы будем разбирать каждую проблему как она решается но вообще хочу рассказать вот например не знаю я работаю достаточно много с многопоточностью и с многопроцесса процессностью и не очень решаемые проблемы здесь присутствуют но давайте я попытаюсь описать какую-то одну из них вот map reduce технологии которую вы наверное уже на алгоритмах учили но даже если не учили то считайте что это просто вычисление огромного количества обрабатываемых там данных то есть не знаю посчитать у вас файл на x там не знаю на 2 петабайта нинку машинку не лезет поэтому она все разбито по машинкам и вы просто по x вычисляете их от x вот и у вас строка x и вы хотите вычислить вычислить что-то по этой строке это да и как она в основном работает ну как вы плодите очень много мы их называем воркеры в которых мы аллоцируем x количество трудов и это количество трудов сейчас равно 8 и дальше вопрос почему 8 правда мы не знаем мы убили реально уже год чтобы понять хорошо ли это и плохо мы переехали с числа 4 до числа 8 сэкономили один процент мы ну как но это было так типа мы попробовали на нескольких пейплайнах map reduce на у пользователей показала что ну чуть получше а дальше попытались в общем это выложить в прод и оказалось успешно то есть с 4 до 8 лет был успешно сейчас мы думаем что если 16 делать там уже начинаются вопросы на которые мы не можем ответить иногда лучше иногда хуже а как посмотреть а как вообще анализировать хорошо это или плохо ну вот например это какой-то вот когда вы не за лоцируете количество трудов для вот такого срепута то есть или пропускной способности есть много трейдов трейдовов между собой как удобно паковать вот эти воркеры на дата-центре вы такие у вас воркер жрет 8 трудов их там хочется паковать как-то быстренько чтобы там здесь заплатить десятку здесь 5 заплатить на другой машинке еще 5 заплатить за заплатить и так далее как это сделать так чтобы это было не так плохо по памяти чем больше трудов каждый трет в параллель выполняет вычисляет функции f от x от разных строк например и чем больше у вас трудов тем больше вы памяти обрабатываете чем больше памяти тем меньше попадает в кэш процессорный и все начинается в общем такое вы увеличиваете пропускную способность но зато вы начинаете промахиваться по памяти есть еще также понятие fixed cost то есть у вас какое-то фиксированное количество памяти например там вы создаете моп-операцию в которой в которой f от x зависит от какого-то общего стоит а и этот стоит не заканчивается например то есть вы увеличиваете количество трудов воркеры вы увеличиваете уменьшаете значит их количество воркеров то есть fixed cost вот такая памяти начинается чуть поменьше но зато вы там не знаю разменивать цифру поэтому то есть непонятно какое оптимальное количество трудов и это какой-то прям баланс пытаешься сидеть на всех стульях ничего не получается и там не знаю никакие даже динамические простые алгоритмы как-то не очень хорошо работают не очень хорошо работают здесь целая наука поэтому не знаю если в общем как это хотите стажировку как это наверное я могу организовать вам стажировку по вот этим вот этому анализу задача супер интересная супер сложная супер на самом деле прямо инновационная хотя достаточно просто формулируется то есть типа какое оптимальное количество трудов в воркере моп-редьюса то есть вот куда смотреть как это анализировать как сэкономить ресурсы как вот вот этот баланс вот этих пунктов какой баланс выбрать чтобы минимизировать например общепотребляемые ресурсы и мы не знаем ответа и мы хотели бы очень его узнать сколько воркера ядер ну как это зависит у воркера нет понятия ядра то есть ядра понять ядра есть у серверов воркер это просто как это instance бинаря то есть вы вычисляете какую-то функцию f и воркер просто содержит эту функцию f и дальше вы можете эту функцию f вычислять в параллели от разных от разных этих от разных строк у железных машинок наверняка десятки сотни ядер у сейчас у современных процессоров intel 48 96 ядер то есть 48 физически 96 логических а я мда и сейчас где-то 128 у армов тоже где-то 128 примерно вот такие сейчас цифры 128 будет 256 скорее всего будет 512 тысячу тысячу я думаю мы мы доберемся до 1000 а дальше тысячи уже и нас уже уже мне кажется нет всю тысячу ядер я думаю машинки мы будем эти типа на эти восемь потоков сколько ядер приходится 8 ядер примерно и приходится то есть иначе на самом деле это почти не имеет смысл вы хотите увеличить сропу то есть пропускную способность и у вас поток примерно на одно ядро должен быть тогда давайте сейчас попытаюсь рассказать какие-то простые правила которые хочется применять в этом всем случае вот первое что вы должны делать если вы хотите реально использовать много поточность вы должны понимать что это про утилизацию железа то есть вы если вы не знаю пишите сервер то наверное он должен обрабатывать запросы если она обрабатывает запросы в параллели это наверно хорошо и то есть когда он там реально сильно скейлится поисковый шарт яндекс поиски работы у нас прям был один одна точка входа третку а и мы просто указывали ему количество одновременно исполняемых запросов 16 штук 32 штуки и что это сделано чтобы просто утилизировать железо и прям должны знать что вы утилизируете да вы имеете одну максимум две точки где вы ланцируете 3d то есть всегда одну каждый раз когда вы используете mutex вы на самом деле уменьшаете это ускорение как это утилизирование железо но mutex они неизбежны и есть как это слышал несколько раз от людей что ну ладно mutex не буду использовать буду использовать какие-то лог-фри алгоритмы вот лог-фри алгоритмы это такие алгоритмы на самом деле которые пытаются избавиться от mutex а ну например очередь вы добавляете не знаю добавляете в конец берете из начала и самая простая имплементация это типа просто под mutex эти две операции сделать тем не менее есть лог-фри алгоритмы которые не требуют никаких блокировок таких hard-блокировок то есть они работают только на атомиках корректно и так далее так вот лог-фри алгоритмы ни черта не быстрее алгоритмов под mutex сами и считаете что как это если в примере с очередью у вас есть три операции это класть вытаскивать и ждать в лог-фри алгоритмах у вас на самом деле есть вы кладете вытаскиваете или повторяете процесс то есть когда у вас два потока борются за то чтобы положить в очередь на самом деле один выиграет а второй повторит эту операцию потом как ни странно поэтому ничего не происходит ну в какой-то степени вы не выиграть никаких ресурсов лог-фри алгоритмов лог-фри алгоритма там есть поверье что они немножечко лучше работают с точки зрения как это кэшов и и там кое-каких форков процесса но в общем считайте что как это если вам пытаются впарить лог-фри как быстрее альтернативу под mutex вам впаривают дичь это почти никогда не правда ну и да сколько вообще трудов аллоцировать смотрите если у вас достаточно параллельная программа в том плане что вы прям знаете как данные параллелить для того чтобы это обрабатывать делайте прям количество цепи уровня количества трудов целом практика показывает что 2 2-3 умножить на количество цепи которые вы хотите дать программе примерно достаточно чтобы утилизировать количество цепи но это потому что иногда вы на mutex ах вы там спите и поэтому эти 3d ничего не делают как правило где-то достаточно много трудов сидят на mutex ах и ничего не делал примерно примерно такая то что то что видно на скейле то есть но понятное дело смотрите сами ваши программы быть разные геймдеве скорее все другие правила геймдеве наоборот стараются вот этим mutex и как можно больше убрать меньше меньше так важно меньше все это использовать и но вот какие-то такие серверные программы общего назначения примерно 2 на 30 количество цепи опыт гугла показал что еще атомики быстрее но они требуют аккуратных доказательств того что вы делаете и правило как это не бойтесь mutex и mutex и не такие уж и долгие они как это увеличивают лейтенсе но они там не увеличивают количество потребляемых ресурсов и мой совет когда сомневаетесь используйте mutex сначала если вы видите проблему потом с оптимизируйте этот mutex если вы можете сначала сделать все корректно mutex это самый простой вариант чтобы доказать что все корректно работает асинхронность сейчас про него поговорим не всегда лучше то есть какой-то степень отложенная модель вычислений то есть асинхронность это отложенная модель вычислений то есть вы сначала задаете что вы хотите условно сделать а потом она в асинхронном виде независимо от того чего вы делаете дальше но как-то исполняется и она не всегда лучше то есть например она лучше наверное для low-latency приложений когда у вас много операций происходит то есть не знаю геймдеве вот counter strike написан полностью на актерах то есть когда актеры это очень такая пример асинхронной модели когда у вас очень много всяких сущностей ну не знаю у вас там скорее всего есть вы и стрелы у вас есть перед там моделька передвижения у вас есть там какая-нибудь бомба или чего-нибудь еще то они все должны между собой работать и не знаю выполнение одного включает выполнение другого или наоборот выключают и так далее и вот это вот в какой-то степени тоже асинхронность вы не контролируете вы не контролируете условно как работает процесс вы говорите при выполнении этого процесса выполняется другой процесс то есть у вас нет синхронизации то есть она просто пообщается между собой в какой-то степени и поэтому вот например геймдев там вот какой-то онлайн геймдев вообще полностью написан в асинхронной модели трейдинг тоже практически всегда пишут в синхронной модели потому что в трейдинге очень много всяких различных операций не прочитать данные отдай данные прочитать данные из десятого источника и если в десятом источнике что-то такое появилось в сообщи в пятый источник и так далее то есть вот в трейдинге прямо асинхронной модели все обожают все говорят что это лучше ему лучшие модели де-факто на самом деле не правда например асинхронная модель реально бесполезно когда вы оптимизируете пропускную способность то есть вот например обработка больших данных технология my produce очень как никаких бенетов бенефитов нет от синхронной модели просто платите триды на эти триды кладете данные эти данные обрабатываются на этих поисковые запросы тоже если вы отвечаете вот здесь какой-то поисковый шар то есть кусочек какого-то индекса то вот поисковые запросы лучше всего обрабатываются просто не знаю сделали 30 тридов каждый трид обрабатывает один запрос я синхронная модель никак не помогает потому что но у вас одна операция взять запросы ответить запрос у вас нет там много сущностей про которые вы там хотите туда-сюда сходить что какие-то такие простые правила хочется работать давайте мы давайте мы немножко поговорим про тридпулы на самом деле очень простая вещь как я сказал просто не знаю контейнер сохранения всех трудов и можно с приоритетами и делать можно с любыми и так далее то есть что вам придет тридпулы очень достаточно простые почти всегда это классы целом чего делаете но у вас есть дипа но у них есть ресурс у вас есть ресурс и дальше вы просто регистрируете какие-то функции в этот ресурс и функции подхватываются этим тридпулом и исполняются здесь просто очередь этого часть может быть с приоритетами с чем угодно и вы кладете таску которую надо выполнить она выполняется дается результат и так далее я еще спрошу один тридпул на программу лучший дизайн который вы можете сделать много по точки вот если говорить про какие-то куски кода то например boost а сего это такая наверное дженерия библиотека с работы с пламя который легче всего установить она в целом неплохо неплохая как базовые да и даже на самом деле много где используется ну например в трейдинге я думаю уже почти все отказались от бустаси его но все равно там поиграться посмотреть что такое достаточно хорошо то есть у вас есть тридпул рома цирруем 4 трекла ну и дальше вот синтаксис примерно такой вы типа кладете там не знаю лямбду или функцию в этот пул и условно потом исполняется в какой-то степени но и дальше вы ждете пол где-нибудь в одной точке там не знаю при выходе из мэй как-то так иногда таски могут что-то возвращать и тогда как бы непонятно условно как вы хотите одно значение чтобы инфлюенсе с другим значением и так далее для этого придумали две технологии называются что the promise of the future на самом деле это одна технология в общем это отложенные операции то есть вот тут можно начинать немножко к синхронной модели подходить вот вы регистрируете какие-то таски опаски наверное какой-то какой-то результат возвращают а что они возвращают на самом деле непонятно то есть когда вы регистрируете они еще ничего не возвращают и когда они вернут когда только когда только что-то исполнится а их результаты на самом деле бы хотелось бы какие-нибудь другие таски наверное еще передать и вы у вас нет никаких вариантов кроме как на самом деле создавать отдельные классы которые как бы им конс инкопсулирует это все давайте пример посмотрим на future promise то есть вот у вас есть какой-то вектор мы сдаем promise и фьючер это на самом деле типа то что под класс промисом то есть типа он хранится в промисе и вы создаете тренд в который вы на самом деле передаете промис и в этот промис вы пишете значение а а фьючер на самом деле ждет по этому значению то есть это в какой-то степени канал то есть когда вы дает в какой-то степени канал и что здесь интересного можно рассказать ну вот это такие вот сейчас мы подходим уже к синхронной модели да вы на самом деле не знаете что что какой будет результат вот сейчас вы когда вы пишете обычный код в в один потоке пишите индекс равно там f от x а в синхронной модели вы пишете это на самом деле результат у него тип интеджер будет но как это мы пока его не знаем то есть это результат который обещается почему это хорошо ну например вы хотите вычислить вы хотите зарегистрировать 10 тассы которые вычисляют какие-то значения вы их регистрируете они возвращаются за фьючер и вы их зарегистрировали все 10 сразу то есть вы не ждете пока первая завершилась пока вторая завершилась пока третье завершилась и так далее не просто все все здесь и зарегистрировались и дальше выполняются в асинхронной модели в какой-то степени то есть они чё-то делают там у них есть какой-то ресурс они типа его используют выполняет это фьючер это хороший такой инкапсулятор значение степени фьючера значения так вот в promise вы кладете значения с фьючер вы выбираете значение по фьючер вы можете ждать результат то есть в данном случае можно get get ждет результата можно вводить это просто типа просто подождать результаты без его возвращения . get прям возвращение результат ну и да вот в ворк ворксред вы передаете химилей промысл и вот в кимилей промыслы типа узнать как бы устанавливать значение на тифай до под фьючер промыслом там в какой-то степени кондитивный вариант был которым который мы прошлый раз немножко разговаривали и такая вот фьючер промысл там встречается достаточно часто запомните что это ну как типа обертка там еще на самом деле интересный вопрос как их заимплементировать что если например когда вы что делать если исключение например кинулась и в итоге промысл на самом деле хранить либо тип либо исключение и интересная задачка с точки зрения c++ как в общем это реализовать но кажется вы знаете что такое exception ptr уже и вот например exception ptr для этого зачем делать join если get уже подождал ну join на самом деле на трэд надо сделать я как бы get get получаешь а вот аккумуляет промысл ну типа ты ставишь аккумуляет промысл и вот после этого get будет работать а join как бы это чтобы подождать совсем весь трэд да get подождал вычисления но не поток все так да вот future promise и используйте их по назначению это такая парадигма знаете что они существуют знаете что такие каналы передачи данных на самом деле вот boost seo тоже имеет очень много таких вещей самый простой пример это вот как это как получить какие-то данные из сокета ну не знаю по сети из-за всего и в итоге просто там очень много функций например async receive from то есть все такие функции они аннотированы вот этим асинк асинк а синг это типа асинкронос receive from и он возвращать вам future потом вы можете подождать глинте можете еще написать там не знаю 20 функций которые что то еще возвращают и которые там между собой на самом деле как это еще работает то есть не знаю вот да sssil вы можете писать прямо граф и на самом деле что и что от чего идет то есть вы регистрируете одну функцию которых держит результату другой функции ждет результат третьей функции третья функция ждет результатов от 5 6 и вы пишете вот такие в общем графы которые там исполняются по этим регистрированным лямбдам в в бустать его пост вот там можно такие вещи это забавная модель в которой думать то есть вы регистрируете функции которые зависят зависит друг от друга значение зависит друг от друга но вот чтобы не знаю все работало в синхронной модели для этого нужны фьючер правосы есть вопросы в чате вас учете пока какие плюс у синхронного программирования ну смотрите как это у синхрону правильно вы возвращаете из функции возвращайтесь с функции сразу и вы можете на самом деле зарегистрировать очень много функций прям очень быстро или там создать граф каких-то граф исполнения достаточно быстро то есть а синхронность означает что реальное исполнение отложено произойдет когда-нибудь вы регистрируете другие вещи пока хоть по этим всяким этим колбеком и так далее и самый простой самый наверное большой плюс что очень легко выдать один раз ресурсы и дальше уже все исполнение завязано на эти ресурсы можете контролировать вообще все прекрасно в синхронной модели какой-то степени получается вы выдаёте ресурсы эти ресурсы словно синхронной моделью там используются используются и никакие труды не создаются никогда минусы минус заключается в том что все эти колбеки перепротаскиваются прямо до самой глубины и вы такие ну пожалуйста сделай мне что-нибудь с этой функции и при ее результате вызови этот колбек а дальше вы еще еще один уровень делать я а на самом деле эта функция вызывает еще три и при результате из каждой ли при ошибке из из любой из них вы должны позвать колбек с ошибкой и в итоге такой код получается что у вас любое название full любая функция фактически имеет последний параметр это типа колбек колбек при ошибке или что-то еще так далее вот асинхронным колбеком нужен стоит и это не такая очевидная с первого взгляда проблема вот например вы хотите написать асинхронный логгер асинхронный логгер который не знаю не пишет логи прям здесь пишет как-то и буферизовано то есть например в трейдинге вы хотите залогировать какие-то вещи но вот они не должны быть залогированы прямо здесь и сейчас чего вы должны сделать но здесь какая-то ошибка это какой-то стринг да или там такое и дальше вы пишете вот такой асинк логгера райт и на самом деле здесь ошибка а потому что вы захватываете посылки и наверное и это неправильно потому что строка строка error условно пропадет как только вы выйдете из скопа и асинхронный как сказал асинхронное возвращает сразу поэтому вы должны на самом деле по значению передавать здесь стринг и стринг по значению но типа копирования все памяти а дальше это начинается господи какой ужасный баланс и вопрос окей вот мы хотим асинхронный логгер должны ли мы туда строчки копировать а может быть мы скопируем первые 20 байт а может быть копируем что-нибудь еще и вот в трейдинге прям ну я не знаю там задротство этого всего идет это иногда нездоровое задротство извините за выражение но это забавно с точки зрения ну выжить последние наносекунды тем не менее асинхронность требует стоит а то есть когда вы регистрируете какую-то функцию вы должны знать что все ресурсы для этой функции будут будут присутствовать в отложенной модели то есть отложенная модель происходит когда нибудь а когда-нибудь должна иметь все данные когда-нибудь какой-то степени скорее всего функция который вызывайте лямбду который вы регистрируете она должна иметь все данные уже себе уже в собой сим робота такой минус асинхронной модели что надо постоянно вам нужно еще больше про память думать типа откуда она берется куда она девается так далее иногда любят на самом деле какие такие вещи делать что стд стринг звездочку указатель error и там не знаю аллоцировать какой-то буфер да даже просто стд стринг потом условно заполнить в этот буфер условно какую-то строчку ну да в целом типа создать этот error потом вызвать какую-то асинхронную асинхронную программу то есть async логгер . right там это указатель и и и что-нибудь делать с этим эрером точнее выдавайте там сам фон фу от этого эрера и тогда на самом деле у вас как бы и вот здесь на самом деле сделать условно удаление этой строчке и вот 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 иногда такие вещи делают то есть просто создают на куче просто делают обычный нью что-то обрабатывают с этой ошибкой дальше а это как бы в нее записывают но записать в память это достаточно быстрая операция а вот записать на диск логирование это достаточно долгая операция поэтому создают строчку записывают туда значение а его синк логгер передают указать и сам на самом деле асинк логгер уже его разрушил разрушает то есть вот вот так вот так вот такая парадигма например в синхронном программировании очень часто встречается это такое одно из по ней одно из использований вот оператор new которая целом наверное еще приемлемо почему не просто мувнать error в лямбду потому что этот error может использоваться в нескольких местах то есть фу может вызвать бар и бар от от error и там не знаю но обычно тут не строчка обычно какой-нибудь типа там рекорд и рекорд имеется райт который на самом деле под собой под mutex и несколько операций могут писать в этот error и когда они пишут то хочется ты не помогаешь что стипа указатели просто дублируются там еще частенько иногда да иногда могут да у вас там владение единичное но вот иногда шерд ptr делают вот трейдинг прям вот кипит вот этим прям ронью потому что ну как шерд ptr там же имеет еще каунтер типа зачем его зачем его использовать если не особо нужен а поэтому есть такая вот ван колбайк гарантии то есть вот когда вы регистрируете колбайк у вас гарантия что он исполнится ровно один раз проблем с удалением не будет вот так иногда делают ну Спасибо. Синхронное программирование очень сложно дебагать, то есть вы создаете вот эти отложенные вычисления, отложенные вычисления там зависят друг от друга, и раскрутить то, где они были зарегистрированы, практически невозможно. И вот асинхронное программирование известно тем, что его очень-очень-очень сложно дебагать. То есть вы там начинаете, и, как правило, вот эти все лямбды, они там превращаются в какие-нибудь std-фанкшены, а std-фанкшены там имеют еще два стэка, и там непонятно, откуда они берутся, и в итоге у вас такое полотно стэка получается из-за такого огромного количества стандартных контейнеров, которые не очень хорошо между собой работают. Как-то так. Смотрите. Что-то я тут не дописал, что ли? Ну, бывает. Да. И, да. Смотрите, еще одно понятие, которое стоит понимать, вот у вас есть синхронное программирование, и дальше синхронного программирования идут несколько других значений, несколько других вещей. То есть вот cooperative против preemptive — вот такие два понятия. То есть cooperative — это кооперирующиеся, условно, труды. Кооперирующиеся труды — это означает, что пользовательская библиотека решает, кто и где когда исполняется. То есть в какой-то степени они как бы... Труды, когда создаются, они кооперируются между собой. И это не ядро. То есть, например, в ядре нет кооперации между потоками. Каждый поток живет своей жизнью. И вот ядро... И вот то, как называется, условно, модель вычисления, которое ядро делает, называется preemptive. То есть preempt, я даже как-то не знаю, как preempt, как-то это перевести по-русски нормально. Модель прерываний, наверное, как-то так будет правильнее. И preemptive model, она как бы ничего не знает, не дает никому права ничего поделать. вытеснение, да. Оно не дает никому права ничего поделать, и оно как бы само решает, когда... Когда, в общем, это один тренд зашедулить, другой тренд зашедулить. А вот кооператив — это когда тренды между собой условно как бы могут договориться. То есть, не знаю, один тренд говорит, все, я заканчиваю исполнение, отдаю как бы право на исполнение другому. И отсюда, на самом деле, рождаются корутины. То есть, на самом деле, корутины — те же тренды, только они в кооператив-модели. То есть, и вы должны сами входить и уходить из корутины. То есть, вот co-yield — это когда вы как-то отдаете кому-то исполнение, а co-weight — это когда вы... Наоборот, co-yield — это когда вы хотите исполнение, co-weight — когда вы отдаете кому-то исполнение, co-return — когда вы возвращаетесь, когда вы требуете... Или я уже забыл сейчас. co-return — точно, когда вы требуете исполнение, co-weight — точно, когда вы отдаете исполнение кому-то, потому что вы хотите чего-то подождать и так далее. И, де-факто, co-yield я не помню уже, по-моему, тоже требует... Это отдаёт другим исполнение, но немножко другой... Да, тоже, по-моему, требует... Отдаёт другим исполнение. И в итоге, на самом деле, вы пишете вот такие функции во многих языках программирования, как co-yield, co-weight, co-return, и вы, как бы, co-routine начинает общаться между собой. То есть, фактически, co-routine — это тот же самый тред. У него есть стэк, у него есть регистры и так далее. И всё, что происходит, — это вы сами выдаёте модели быть кооперативной. То есть, вы сами говорите, «Хей, пожалуйста, вот у меня есть co-routine, она делает то да сё, и если есть co-await, то, значит, надо подождать, не знаю, выполнение функции, а эта функция находится в другой co-рутине, значит, другая co-routine должна исполняться». Там co-return, наоборот, требует, «Хей, я что-то возвращаю, поэтому, пожалуйста, отдай управление той co-рутине, которая ждёт этого результата». И co-yield — это типа отдай co-рутине, которая тоже ждёт этого результата, ну, там, по-моему, чуть-чуть по другим правилам. Co-yield, ну, типа, выдаёт много значений, может, выдавать, и co-return, типа, возвращает из функции. Значит, там примерно одно и то же, на самом деле, мне кажется, получается co-yield и co-return. Но такие названия функции, они выдают вам, ну, дают вам возможности что-то делать. Ну, и вот co-await — это, на самом деле, просто подождать на future в какой-то степени, то есть подождать, пока у вас будет результат. А там co-yield, ну, co-return — это вот как раз записать в promise, а co-yield — это… Ох, я уже забыл, что такое co-yield. Позор мне. Отвратительно. Вот. В языке go co-routines, на самом деле, работают без co-yield и co-return, они работают просто шедолером условно-пользовательским. Из-за этого получается быстрее, вы не ходите в ядро. И в целом про co-routines все. Наверное, должен быть какой-то пример, но я его просто не успел сделать за сегодня. Но будет задача по co-routines, поэтому она достаточно должна быть хорошо написана. Как-то так. У нас еще 10 минут. Давайте я попробую что-нибудь про memory model показать. И, в общем, многопоточности, очень много работы и науки происходит на моделях памяти. То есть модель памяти... Как это? Вы хотите синхронизировать вещи. Вот. И модели памяти вам позволяют условно понять, как вещи синхронизируются, или как записи и чтения синхронизируются. То есть фактически это описание взаимодействия потоков. Вы... Да, модель памяти также еще ограничивает код, который может делать компилятор. Но вот, как это... Если говорить из примеров, то вот, допустим, у вас есть какая-то такая функция, и компилятор на самом деле не будет выполнять ее шаг за шагом. Он, скорее всего, сделает что-то такое. Что он, не знаю, там, положит регистры, сложит регистры и в конце добавит три. То есть компиляторы в целом могут делать такие оптимизации, как хотят, и здесь не будет никаких противоречий. То есть вот до C++11 условно не было никакой многопоточной модели, поэтому не было никаких проблем. То есть компиляторы могли делать все, что хотели, и были правы. Дальше появляются модели памяти, и это контракт, который вам позволяет... Это контракты, которые вам позволяют, условно, уметь что-то синхронизировать между собой. То есть... Что... Да, вот почему вообще модели памяти должны были придуманы? Вообще были придуманы. Ну, да, код не исполняется так, как он написан. Компиляторы на оптимизации могут делать что угодно. Они могут, не знаю... Если вы читаете два интеджера, ну, типа сначала читаете первый, потом второй интеджер, то он может сначала второй, потом первый прочитать. Здесь нет никаких проблем. Это все корректно с точки зрения однопоточной программы. И вы должны сами уметь синхронизировать, если это важно. Вот. Компиляторы и процессоры очень стараются, чтобы все работало быстро. Вот это тоже. И это достаточно повсеместная тема. Что такое DataRace и как дальше оно начинает работать? Мы вряд ли успеем сегодня полностью модель памяти. Я подумаю, может быть, на следующую лекцию еще поэт порассказывать. Либо нет. Не знаю. Подумаю. Вот. Если говорить про DataRace и вообще про модели, как описываются модели памяти, то модели памяти описываются через ячейки памяти. И memory location – это фактически все, что угодно, что указывает на какую-то память. То есть любой объект, он имеет memory location, кроме битовых полей, но битвы и поля. Никак нельзя синхронизировать, если честно. И вот чейк памяти считается, что это, не знаю, какой-нибудь регистр. Регистр же скалярного типа. То есть, да, там, не знаю, 8 байт. Ну, 16 иногда байт. Ну, скорее, вы думаете про 8 байт. Конфликтующие действия – это действия, которые происходят одновременно. То есть нет, между ними нет конфликтующих действий одновременно, и одна из которых – запись. И вот тогда это, условно, DataRace настоящий получается. Это конфликтующие действия, не связанные никаким отношением. И вот запомните эти два слова, happens before – это называется отношение. Отношение, что одна операция происходит раньше другой операции. Здесь начинается типа математика, логика, что и достаточно сложная, и тяжелая, когда вот эта операция происшествует этой операции, и это, и это, значит, там, транситивно все и так далее. DataRace – это конфликтующие действия между двумя операциями, одна из которых – запись. И DataRace – это undefined behavior. В общем, так как помните это, это очень плохо, и мне уже даже в личку несколько раз писали, что если я не буду использовать какие-то там сложные DataRace, это типа нормально, так вот, ответ – нет. Любой DataRace – это неопределенное поведение, поэтому старайтесь, ну, как бы не старайтесь, а просто вам нельзя ничего делать без синхронизации. Так вот, что модель памяти вообще делает? Она рисует вам ориентированные графы, это, например, вершины, это действия. То есть, например, вот в данном случае есть thread1, есть thread2, в thread1 есть запись в x, запись в y, то есть write x, write y, в thread2 есть read y, read x. И дальше вы начинаете писать ребра, ребра показывают вам отношения. Вот, например, rf – это read from, hb – это happens before, sb – это, по-моему, без каких-либо… да, sb – это, по-моему, типа следствие, я уже забыл аббревиатуру. И вот это какой-то пример, сейчас, возможно, мы его разберем, а, возможно, и уже не успеем, если честно. И, да, и дальше вы начинаете… У вас есть какая-то модель, ну, у вас есть, в общем, какой-то код, который подчиняется какой-то модели памяти, и вы пишете все такие схемы. То есть у вас есть какие-то операции с регистрами, вы пишете все какие-то схемы возможны с этими регистрами, и если хотя бы в одной такой схеме есть data race, то, значит, программа не определено. Sequence before, да, sequence before, все правильно. И вот, например, если вы можете нарисовать граф, в котором есть две операции, которые не синхронизированы, то есть, например, как на картинке справа, то это означает, что у вас есть data race, и вы ничего не можете… Ну, типа программа имеет неопределенное поведение. И в какой-то степени здесь начинаются проблемы, потому что таких схем экспоненциально много, и всех их проверить не так просто. Целая наука, на самом деле, как найти минимальную схему, которая вам покажет ошибку. И, как правило, какие-то минимальные схемы достаточно маленькие, но все равно это труд, это труд, который вам надо проделывать, когда вы пишете какой-нибудь код, ну, тупо на Atomic, как мы говорим иногда. Да, вы, наверное, уже видели про Atomic, видели, что такое Atomic. У Atomic не бывает data race. И, да, Atomic могут задавать ограничения как и между собой, так и, на самом деле, на остальные чтения и записи в данных трудах. То есть, вот, здесь уже начинаются вот прям настоящие Memory Models, которые Memory Models используются только на Atomic. И здесь есть много Memory Models, и сейчас самое главное – это ничего не запомнить из этого, потому что вы, скорее всего, еще 10 раз будете здесь читать, и вряд ли вы это запомните. Наверное, стоит понять какие-нибудь простые модели типа Sequential Consistency и Relaxed. Сейчас мы про них поговорим. В общем, это что-то типа… Считайте, что Memory Model, Memory Order – это какая-то вот сила. Чем больше эта сила, тем больше гарантия она дает. То есть, например, Sequential Consistency Memory Model – она дает, вот, Sequence Before. Она дает, условно, гарантию, что оно будет именно в таком порядке исполняться. То есть, типа, вот, если у вас есть Sequence Before, то, типа, сначала операция, а потом операция об этом. И компилятор не может их переставить, и они должны быть, типа, атомарными в какой-то степени. Вот, если у вас есть запись в Y после записи в X, как это, запись Y Sequence, с IPC Sequence Before, запись Y, то компилятор не может ничего переставить. И ReadsFrom, да, как я уже сказал, что это просто записи чтения, операция чтения. И там еще modification order, который мне не очень интересно. Давайте сейчас мы… Здесь все не очень интересно. И где же оно начинается? Release acquire. Короче, давайте сейчас как-то какой-то краткий курс в Memory Models. И вот смотрите, Sequential Consistency, оно вам гарантирует, что никакие записи чтения не могут переставляться вообще. То есть, Sequential Consistency в том, в котором порядке вы его пишете, это дефолтный memory order, когда вы работаете с атомиком. То, если у вас есть один атомик, то все записи перед ним будут исполниться перед ним. Ну, типа, как бы это такой… Если вы что-то туда записываете, все, на самом деле, чтения, все чтения и записи перед ним исполнятся, все чтения и записи после него будут исполниться после него. И Sequential Consistency – это такая самая строгая модель, но она там больше всего запрещает. Release acquire – это модели, которые… Нет, я не скажу вам, что они делают, что они разрешают. Давайте про Relax поговорим. Смотрите, если вы работаете с атомиками, скорее всего, в самом простом случае делаете Sequential Consistency. То есть это, типа, и оно дефолтное значение, то есть просто точка load, точка store – это то, что надо делать. Relaxed модель – это модель, где нет никаких гарантий на порядок, просто важно самое финальное значение. Это, типа, самая разрешающая модель. Все, что между, это… Оно иногда разрешает чтение записи. По-моему, релиз разрешает, чтобы записи до этой операции могли быть переставлены, но вот чтение разрешает require, по-моему, наоборот. Что-то такое. Там есть еще пятая модель, которую никто не знает, что делает, но не стоит вспоминать. Так вот, да, самое сильное – это вот SecCST, и самое, типа, слабое – это Relaxed. Relaxed – это просто значение, а SecCST – это когда у вас есть полный порядок. Если вы сомневаетесь, используйте дефолтный Sequential Consistency и не думайте об этом.